здравствуйте здравствуйте всем добрый вечер друзья сегодня у меня прямой эфир и мой эфир на русском языке здравствуйте гульнарханам как ваши дела айнурханам здравствуйте у нас сегодня прямой эфир на тему бизнес компании marine hills и гость нашего эфира успешная шикарная женщина лидер с большой буквы золотой менеджер а айнур аманчиева здравствуйте всех приветствую дайте обратную связь видно меня слышно салим айслу халайха сейчас подождем айнурханам добавим айнурханам добрый вечер здравствуйте приветствую вас спасибо большое что пришли на прямой эфир добрый вечер всех приветствую только что у меня закончился один прямой эфир сейчас начинается второй благодарю вас за приглашение всех рада видеть снова итак меня зовут аманчи войну я являюсь топ лидером и золотым менеджером компании marine hills group и сегодня мы с вами поговорим с нашей айгером ханом о компанией marine hills о новых возможностях о возможностях крепкого здоровья а тем более условиях сейчас пандемии и так айгером ханом давайте вы тоже немножко представьтесь кто вы откуда вы чтобы люди знали меня зовут я с города шум мама троих детей пришла бизнес месяц назад вы у нас на статусе на статусе стажер да да стажер так люди подсоединяйтесь всем добрый вечер ну давайте вы приготовили какие-то вопросы пожалуйста я отвечу расскажите как вы пришли в компании marine hills как познакомились с компанией так все видно меня видно видно давайте с удовольствием отвечу на ваши вопросы как вы познакомились с компанией marine hills как вы пришли в компанию расскажите пожалуйста итак компания marine hills меня пригласили мои спонсоры это токи хан марза косымбеков и даниэр ситханович кемел всеми нами наш любимый наш милый доктор они пригласили я пришла не сразу у меня был негативный небольшой опыт поэтому я не сразу приняла решение и даже честно говоря не захотела работать но вы наверное все знаете моего спонсора токи хан марза человек он в принципе сам взял и подписал меня знаю мой потенциал и таким образом я оказалась здесь как раз я сразу сказал я нет я не хочу мне не предлагаете какой сетевой вы о чем вообще на тот момент у меня был свой традиционный бизнес как-то мне особо неинтересно было да тем более был такой небольшой негативный опыт и тот момент чем кента чем кента приезжают мои вот спонсоры это даниэр ситханович и толки хан косымбек да и вот они меня пригласили айнура ну пожалуйста ну приходи тем более в наш маленький город приехал соучредитель компании ирки былан советович я такая соучредитель компании наш маленький город наш маленький провинциальный город я такая ну ладно так чисто из любопытства пошла посмотреть вообще что за соучредители и уже познакомившись напомню да у нас есть соучредители компании сейчас вот покажу даже фотографии их так 7 человек вот ирка былан советович он приехал мы с ним этот этот поговорили он сказал да я прекрасно понимаю ваш 20 если у вас был какой-то негатив но смотрите у меня сын военный у него сын военный и прежде чем он ставил военным она нас проверили до седьмого колена вот у казахов до говорят же до седьмого колена проверили а представьте вот арман айду свечу он сам вообще усса у него были три-четыре уже личные встречи с нашим ельбаса представьте какая у него репутация насколько его проверили тщательно и вообще для него репутация важна у него кристально чистая у него высокие амбиции хочет стать вообще президентом будущем компании компании казахстана и тогда вот у меня и я уже кому-то по-моему рассказывал прямо у меня тогда щелкнула что да это гениально это гениальный план это предвыборная уже компания идет это шикарная вот продукция я кстати приготовила сейчас буду пить шикарная японская продукция потрясающие результаты будут и вовремя будут платить значит я долларовая миллионерша а манчи войну в будущем буду голосовать за нашего будущего президента да то есть до интернетом чуть-чуть зависает и вас слышно чуть не слышно и не знаю я вас я вас отлично слышу вижу давайте проверим связь без проблем как нас видно как нас слышно дайте пожалуйста обратную связь если меня хорошо слышно видно поставьте плюсики дорогие гости норма хорошо урал боева самое главное что урал боева слышал и так и тогда у меня вот в голове вот этот весь план уже прошел картинки прошли я уже в будущем доллар миллионерша я голосую за нашего романайдоса еще и все я решила приняла решение я прошла обучение тем более я обучаю обучать я очень люблю сейчас наш прямой эфир давайте напомним да что прямой эфир проходит в рамках нашего волшебного просто потрясающего марафона волшебный пендель под руководством по то есть авторской по авторской да системе индиры и гибердина это первый партнер компании marine hills вот и сейчас вот айгером она молодец она проводит прямые эфиры то есть работать в этом направлении и так вот таким образом я появилась в этой компании да пропила то есть начала уже пользоваться продукцией съездила хрустан съездила в узбекистан в алмату в шимкент на всех конференций побыла познакомилась с основателем соучредителями с врачами и самое главное теми людьми у которых вот есть реальные результаты одна из них вот мой наставник это индира на репаева вот с тех пор мы и дружим и работаем вместе вот так так я оказалась здесь как вам удалось открыть за малый срок статус менеджера да хороший вопрос благодарю здесь я решила употребить сразу же время да смотрите я бы не сказала что я закрыла его в какой-то короткий статус но возможно для кого-то короткий но в принципе как удалось во первых это мощная работа над собой да во первых мне полностью пришлось пересмотреть свои вот убеждения вообще свою жизнь я решила кардинально поменять свою жизнь таким образом я дошла до серебряного менеджера да и тут у меня такой вот небольшой ступор образовался что делать дальше немножко в основном у меня в команде были потребители то есть я вообще сама по себе хороший продажник продам даже слона вот когда я дошла до серебра немножко меня притормозилась и тут появляется инжири гибердивна предлагает мне вместе работать и вот я наверное тот самый подопытный кролик который быстро потом серебра дошел до золота помощью волшебного пенделя по-моему я так ее и назвала этот пендель да мисс пендель моя вот у меня каждое утро начиналось утро начиналось и заканчивался день вот с индирой гибердивной чуть ли не круглосуточно мы начали работать по ее рекомендациям она с моей командой уже и в прямые эфиры как бы она меня вытащила да эксперимента вот такой вот эксперимент перед вами сидит за что я и благодарна теперь я тоже буду выходить на прямые эфиры благодаря ей да правильно айгером нужно знаете что мне нравится в этом марафоне то что конкретно без лишних слов без лишней воды задание действие все задание действие если вы не делаете приготовьтесь получать пендель вот так вот да точно да я пока выписываю витамарин продолжайте расскажите какой результат вы получили от бандов от витамарина ну вообще результат результат у меня в команде очень много мы могу наверное всю ночь они о них рассказывать но самый главный мой первый результат это мои бриллиантовые ноги мои знаменитые ноги которые видели наверное уже все двенадцать стран знаменитые я раньше так стеснялся что как я их покажу это как бы трёмно стыдно а потом как раз не дизер хан мне говорит ты чё эти ноги тебе перенесут миллионы и я действительно действительно они мне приносит деньги это мой конкретный результат смотрите у меня на фоне стресса образовалось аутоиммунное заболевание геморрагический воскулит то есть лопнули капилляры на ногах это вообще по идее это очень серьезно эти пятна красные могли пойти выше и перейти на на органы вот и тогда мне порекомендовали витамарин а б смотрите я до сих пор его принимаю да это мой лучший друг мне сказала вообще не прерывая его в общем с витамарином а б через десять дней я увидела конкретный результат пятна остановились пигментация немножко осталась сейчас мы будем убирать потом это была депрессия же а вы знаете когда депрессия она сопровождается ну и стресс депрессия бессонница я первые три дня при употреблении буквально вот так вот на ходу спала вот так в офисе спала у меня успокоились нервы именно вот от витамарина b он успокаивает нервы центральную нервную систему вот таким образом потом что вот этот конкретный мой результат у меня есть фотографии до и после которые я вот прежде всего в первую очередь всем и показываю вот и очень много в нашей команде добрый вечер всем кто присоединяется у нас сегодня прямой эфир с айгером ханом мы обсуждаем вот вопросы фишки и секретики у нас очень много результатов в частности в городе отраук потому что я могу похвастаться с очень сильной командой профессионалов профессиональных врачей именно квалифицированных очень известных в нашем городе нашей области отличников здравоохранения а у меня благодарю вас рахмет привет москва у нас очень много значит результатов есть и по бесплодию результаты и по дцп есть результаты и по давлению по сахару по суставам буквально вот что вы не спросите везде есть результат на самом деле поэтому могу похвастаться да и по печени и по желчному пузырю прям по любому наверное диагнозу и по онкологии кстати вот сама допустим Индира Гембердиевна она от 17 значит избавилась от диагноза да целый букет она собрала потом у нас есть очень такой квалифицированный врач Коляш Хайдаровна детский невропатолог у нее мощные есть в команде результаты вот она сама лично ведет ведет свою схему составляет вот я так особо не углубляюсь потому что я предлагаю бизнес вот да беременяшка у меня есть Аллахашикор там с одним с очень маленьким процентом значит подвижности сперматозоев да то есть у мужчины была проблема вот мы сейчас ждем ляльчку беременяшки у нас тоже есть вот нам пишет тоже города Трау эпилепсия по эпилепсии у нее тоже мощный у ребенка результат поэтому результаты в море каждый человек каждый человек кто пропивал вот наши препараты если он пьет правильно с достаточным количеством воды то есть водный баланс соблюдает и вовремя пьет тогда у него есть конкретный реальный результат вот на диагнозе расширение варикозных вен витамарин АВ ну давайте вы уже обратитесь непосредственно к нашим врачам потому что сейчас я не буду ничего прописывать это нужно не буду да дилетантом вот у нас очень много врачей вы знаете вот я сегодня Айнархана когда вы начинали бизнес со стороны родственников друзей были недоверие такое конечно конечно я помню я с братом ругалась вот он мне говорил у тебя два высших образования какой сетевой найди себе нормальную работу что это такое вот вот так он говорил конкретно ну хорошо что у меня вот родители они такие они не тянут меня назад что я вот решила так и будет мне папа говорит доча ты уже взрослая поэтому сама уже решаешь в принципе поддержка сейчас уже есть но я помню что у меня с братом были какие-то вопросы естественно никто из моих друзей меня в самом начале не поддержал я считаю это нормально сейчас уже я к ним вообще сейчас и не лезу а сейчас они уже потихонечку сами начинают спрашивать а вот что там ты говорила вот по там какому-то вот этому диагнозу тем более сейчас пандемии да надо иммунитет укреплять поднимать они сейчас уже сами ко мне спрашивают потихонечку потихонечку уже вот приобретает и тем самым я их регистрирую вот поэтому это абсолютно нормально вы главное им предложите а потом уже не лезьте оставьте их в покое покажите свой результат конкретно они сами будут у вас уже потом спрашивать вот точно да у нас в компании есть путешествие вообще я сама мечтаю путешествовать нигде я в странах не была но мечта у меня про путешествие расскажите пожалуйста да какие ощущения в других странах я вообще обожаю путешествовать не знаю прям это реально вот вообще жизнь она создана чтобы любить и путешествовать говоря есть же такое даже такая фраза на смертном одре мы будем жалеть о том что мало любили и мало путешествовали я не знаю как но на самом деле я прямо рекомендую прямо путешествовать и чтобы путешествовали ваши дети причем потому что каждое путешествие оно чему-то учит вы видите как живут другие народы вы видите как развиваются вы уже с путешествия приезжаете абсолютно другим человеком понимаете вы хотите уже стремитесь к чему-то новому я была где-то по-моему в 15 странах мира в Европе была в Азии была ой где я только не была в общем еще где я только меня и где буду у меня была мечта побывать во Франции у меня день рождения 14 июля это день значит взятия Бастилии или день независимости во Франции и у меня прям вот навязчивая такая идея мечта была побывать во Франции именно на свой день рождения попасть туда увидеть вот это вот празднество вот это вот парад прямо и я даже не задумывалась как я это сделаю вы знаете у меня сестра уехала значит поехала поступать то есть она обучилась в Европе в Праге в Чехии она училась и там через 4 года уже на выпускной я сказала маме мам поехали поехали на выпускной если не сейчас то когда в общем да то наверное уже никогда в общем у нас все так классно сложилось и деньги нашлись и приглашение нам прислали в общем все 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 сделал и в общем я оказалась на свой день рождения 14 июля именно в 2015 году в Париже в Европе очень очень легко все онлайн покупается еще же там уже рядом все находится она все это организовала по актам то есть очень в принципе доступно оказывается Европа а мы это просто придумываем в своей голове как я туда поеду это же дорого на самом деле нет это все доступно вот вот таким образом я побывала на свой день рождения и в Диснейленде парижском и в Париже и на Эйфелево башне и увидела вот этот шикарнейший салют на Эйфелево башне 12.00 и парад и все 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 и меня поздравляли я была прям счастлива я достигла своей мечты я путешествовала и я поняла что на самом деле все в моих руках что нужно ездить я показала еще Париж и вообще пол Европы и маме и сестренке и подруге и сыну да самое главное вот таким образом Европа вообще меня тоже впечатлило конечно в Китае я была 14 лет я работала с Китаем постоянно я летала в Пекин в Гуанчжоу значит несколько раз в Урумчи была тоже я очень часто скучаю по китайцам по Китаю они такие вот реально это народ который достоин уважения достоин восхищения это трудоголики вот Таиланд меня впечатлил это чисто вот для отдыха что еще Италию я полюбила очень такие люди прям на самом деле такие теплые такие красивые очень люди вот ну я прям хочу путешествовать кстати у меня путешествие уже в кармане вы в курсе да я золотой менеджер компании я достигла этого статуса во время пандемии и у меня в кармане сейчас лежит путешествие мы должны были лететь в Дубай в апреле ну теперь всемирная такая ситуация кстати в Дубае я была в 2010 году вы знаете это было как вот как будто полет на другую планету за 40 лет эмираты поднять с пустыни до такого прям потрясающего результата это вообще это так круто вот сейчас это реально другая планета другая цивилизация я приехала себе в город маленький провинциальный у меня такая депрессия была что люди могут жить вот так при таком же вот богатстве я живу в нефтяной столице Казахстана у нас сосредоточены в основном все месторождения по вот нефти и газу да и черной икры и красной рыбы с таким богатством и такой большой вот резонанс вот поэтому Дубай для меня 10 лет назад был большим потрясением я надеюсь что мой город и моя страна тоже добьется таких результатов все в наших руках надо действовать да все на самом деле в наших руках вот буквально позавчера у нас был тренинг в городе Атрау его вел Басакараев Асхат наш тоже вышестоящий спонсор и тогда он объяснял что важно именно не самим тоже стремиться вот к счастью богатства а именно нужно изучать обучать наших детей и тогда вот это поколение да который будет уже обучаться по-новому и маркетинг новый и вообще саморазвитием заниматься и тогда наши дети из нашего Казахстана тоже построят такие же эмираты понимаете тот же самый Дубай нужно именно вкладывать своих детей вот а мы дети постсоветского пространства такого немножко непонятного времени у нас да поэтому сейчас такой сумбург у кого-то прямо реально развивается кто-то наоборот ну я думаю что у наших детей будет намного лучше это сейчас зависит от нас вот а вот а и задавайте вопросы дорогие гости вы тоже можете писать вопросы мы сегодня обсуждаем компания новые возможности финансовые 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 независимые да как всегда благодарю гости я герман хану продолжайте не в приложении, а именно, когда заходишь через браузер, есть такое, значит, предложение «Академия бизнеса». Вы проходите его, тоже вводите свой логин, пароль по личному кабинету, и там есть несколько уровней обучения для менеджеров одно – это видеоуроки. Вообще, на самом деле, очень интересно, таким простым современным языком все. Все разъясняются именно про МЛМ, все устраняются. Вы проходите видеоуроки, сдаете тест, проходите видеоуроки, даете тест, причем я вам рекомендую делать заметки, вроде бы легко, но на самом деле не так-то легко, да. И сразу после прохождения вы получаете сертификат, причем, когда вы достигаете уже статусов бронзы и серебра, там добавляется дополнительное обучение. Я рекомендую человека, который прошел эту «Академию бизнеса» и который не прошел, уже сразу видно по его вопросам. Потому что, когда человек задает такие элементарные вопросы, уже понятно, что он просто не прошел «Академию бизнеса». Там указано буквально все, наверное. Всем добрый вечер, кто только присоединяется. Мы сегодня обсуждаем компанию «Мэрин Хилл», все фишки, нюансы. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их. Ерм Ханым, продолжайте. У меня все, вопросов нету. Давайте послушаем подписчиков, может, у них есть вопросы. А после и... Ну, давайте тогда я, в свою очередь, тоже задам вопрос. Немножко, может быть, расскажете о себе. Кто вы, откуда и вообще зачем вы в этой компании? Какая ваша цель основная? В этой компании мне понравился маркетинг-план в первую очередь. Я была до этой компании в других сетевых компаниях. И разница очень большая. Тут маркетинг-план легче. Тут накопительный бонус, накопительный, реферальный бонус, шесть видов дохода, и здесь можно достичь больших результатов. И у меня цель. Цель, да, конкретно. Сейчас, в данный момент, выйти на менеджера. Когда вы собираетесь выйти на менеджера? Когда? Сроки какие? Я вообще хочу до лидершипа выйти на бронзовый менеджер, чтобы поехать в Алматы, встретиться со всеми с вами, познакомиться поближе. То есть у вас есть срок один месяц, даже чуть меньше, чтобы стать бронзовым менеджером, да? Хорошо, отлично. А с какого города вы? С города Шу. Города Шу, да. Ну, классная цель, молодец. Так, смотрите, у нас здесь вопрос поступил. Уралбай. Ага, Айнер Ханум, как работаете с возражениями? Ну, на самом деле, возражения – это часть нашей работы, и я очень легко сейчас к ним отношусь. Если в самом начале возражениям относятся, как-то прям переживая, что вот, мне отказали, это абсолютно нормально, есть такая даже практика, собери тысячи отказов, да, и тогда уже будет легче. На самом деле сейчас у меня, как папа говорит, сделай доча сквозняк. В одно ухо влетел, в другое улетел. Я это абсолютно нормально отношусь, легко отношусь, потому что этот человек, такая, знаете, есть установка, этот человек отказывает не мне, он на самом деле отказывает себе, потому что я предлагаю крепкое здоровье и финансовую независимость. Я даю возможность, я дарю возможность. Вот. Поэтому сейчас в основном, знаете, и так получается, что не я приглашаю, а уже у меня люди спрашивают, мне звонят, интересуются. Вот. Поэтому работать с возражениями – это, наверное, целая огромная тема. Допустим, какое возражение вас именно интересует, напишите Уралбай. Дорога, давайте вместе разберем, без проблем. Вот. Возражений куча, и это часть нашей, в принципе, нашего бизнеса, да? А вы знаете, и чем больше возражений, тем лучше, потому что если человек просто промолчал, то как-то ему действительно неинтересно, скучно, да? А если человек возражает, это говорит о том, и меня, понимаете? Чем больше вопросов, тем круче, тем лучше, на самом деле. Вот. Поэтому мне нравится, когда вопросы задают, когда возражают, чем когда просто молчат. Так. Вопросов нету. Итак, давайте я еще расскажу, что у нас будет лидершип. Со статуса бронзы у нас в компании намечается лидершип. Мы встречаемся все 18-го, 19-го июля в городе Алматы. Будет очень круто. Я надеюсь, что нас карантин не подведет, что откроется все, и что у нас будет возможность вместе встретиться, познакомиться, отдохнуть. Так что, Айгер, вперед, тем более вам там легче. Шу рядом, по-моему, да, с Алматы, ну, по сравнению с нами. Инфо получает, но не отвечает, наверное, наблюдает. Да, есть такая категория людей, да, ураобаяга, которые не отвечают, но просто, знаете, они просто за вами наблюдают. То есть вы делаете свой результат, вы прокачиваете свой инстаграм. Исполад Пушевич, добрый вечер. Рада вас видеть. Мой самый первый наставник. Вот, очень строгий, кстати. Так, о чем я? А, в общем, люди есть такие, которые наблюдают. Вы просто с ними все равно контактируете, да, ну, не говорите уже про какие-то там, про бизнес, не предлагаете. Просто вы, когда выходите на статус, уже свой чек отправляете и тем самым мотивируете. Тем более у вас очень много инструментов, да. Это есть инструмент WhatsApp статус, это Инстаграм, Фейсбук, везде выставляете и прокачиваете себя онлайн. Потому что вот во время пандемии, да, я же вообще работала оффлайн, и для меня онлайн это вообще был темный лес, на самом деле я в этой сфере новичок, можно сказать, чайник, да. И вот эта вот пандемия, знаете, она мне помогла как-то себя раскрепостить, и выйти все-таки в свет, в прямой эфир. И таким образом еще больше людей за мной наблюдают, за моими достижениями, результатами, за моей командой. Поэтому пусть они наблюдают Урал-Баяра. Молодец, что задали вопрос. Просто покажете им потом свой конкретный чек, свое достижение, и они уже сами за вами будут бегать. Вы просто обязаны давать информацию везде, на каждом шагу, на каждом углу. И придет то время, когда они сами уже будут за вами бегать, да, можно сказать, и говорить Урал-Баяра, уделите время, расскажите мне вот про эту компанию, что за бизнес. Вот таким образом. А, Ира? Да, да, слушаю вас. Чуть-чуть повисает. Ну, это, наверное, интернет, ничего страшного. Самое главное, нас видят, нас слышат. Партнеры наши. Благодарим вас. Итак, у вас цель стать, значит, бронзой до лидершипа, да? Я надеюсь, мы встретимся там. На самом деле, это хорошо, когда есть цели, когда есть мечты, когда есть мотивация, да? Что вас, например, мотивирует? Расскажите. Меня мотивирует, это мои дети, во-первых. Да, это главная мотивация в нашей жизни. Я хочу, чтобы они жили в достатке и путешествовать с семьей. Вот у меня цель. И каждый раз, когда я вижу свои цели, я уже мотивируюсь. И мне хочется сделать результат. Ну, вот неделю я после Индираханном марафоне участвовала, два раза вышла на эфир и как-то слилась. Теперь я хочу достичь своей цели и работать, несмотря ни на что. Ну, молодец, да, Айгер Мханова, молодец. Дети действительно, это ба... И, вы знаете, я хочу порекомендовать, да, порекомендовать. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, стремитесь, развивайтесь. Все равно ваши дети, они будут делать не то, что вы им сказали, они будут делать то, что вы делаете. Вы, пример, вы шаблон для своих детей. Вот. На самом деле, вот у меня один сын, и я не скажу, что он прям, я его так воспитывала, воспитываю. Я просто сама развиваюсь. И он, глядя на меня, вот, растет. И, в принципе, он радует меня, я горжусь им. Да, в эфире Исполат Морза, мой спонсор. И он пишет, урал-бай-лак. Да, он мой наставник, самый первый наставник. Когда вот хочу немножко рассказать, да, именно о Исполат Кушевичи, когда он... Когда я пришла, вот, помните, я вам рассказывала, да, Исполат Савесович, когда приехал ко мне, подошел такой очень строгий дяденька с усами и сказал, так, карандаст, вы знаете, что вы в моей команде? Исполат Арам, полковник в отставке, такой военная выпорвка, поставленный голос. Он сказал, я сказала, подождите, ага, я еще не приняла решение. Примешь решение, я к тебе приеду, буду обучать. Вот, он провел, значит, садака, поминки своей мамы и через 40 дней приехал, как и обещал, на два дня. Ну, обучал меня 10 дней. И, знаете, такой вот интересный был момент. Он очень строгий человек, подъем в 6 утра. И как-то он, когда уезжал, он сказал, Кузым, молодец, лидерский. Даже ни разу, говорит, не заплакала. А у меня такие глаза. А что, так можно было? Я говорю, а что подплакать? Ну, говорит, не знаю. Говорит, обычно девчонка сразу плачет, а ты, говорит, что-то ни разу не заплакала. Вот, в общем, ну, я прекрасно понимала, что это нужно мне, да, что это для меня только плюс. Поэтому я ему бесконечно, конечно, благодарна тоже. Сейчас вот, у меня вообще очень сильные наставники. Меня прям Всевышний любит. Вот из Платара, потом сейчас Индирах, она меня под крыло взяла. Она тоже очень строгая такая. Хоть у нее нету погон, нету там звания офицерского. Ну, тоже. Примерно так же. Так, здесь какой-то вопрос был еще. Так, Надежда Ханам. У меня такой вопрос. Как нас стартетировать, нашу рекламу или приглашение новых партнеров? Ну, вообще, Надежда Ханам, вы знаете, это такой очень глубокий вопрос. Здесь нужно обучаться. Обучаться именно таргетингу, автоворонки. Его просто не ответишь, да? Поэтому это уже такая глубокая тема. Причем тут уже нужна практика. Здесь нужно целые марафоны проходить. Допустим, у нас такое обучение ведет Карл Гаш Берденова. Это мой партнер. И ваш, кстати, спонсор. Я рада тебя, Айнура, за твои успехи. Благодарю вас, Светланд Кушевич. Счастья вам, здоровья. Вот, успехов. Кулиген Бахиточ присоединился к вам. К нам добрый вечер. Наши все наставники. Классно. Несмотря на такое позднее время, да? Вот. Итак, Айгер Мхану, какие у вас еще вопросы есть? Надежда, я еще добавлю, да, что вот в Ютубе на самом деле много очень обучения по вот таргетингу, по автоворонке. Есть и не обязательно это обучение платное. Есть еще и безоплатное. Поэтому прям смотрите, копайтесь. На самом деле, это не так просто, насколько я знаю, да? Но это очень увлекательно. Это действительно творческий процесс такой. И прям вот можно туда с головой уйти. Так, добро пожаловать всем. Здесь вообще очень интересная аудитория сейчас собралась. И Атрау, и Мангстау священный такой, и Москва, так, Баку. Кто у нас еще есть? Всех рада приветствовать. Шу, да? Алматы. Здесь и Сбалкаша присоединяется. Северный Казахстан. Алматы. Классно, классно. Видите, вот преимущество именно онлайн работы, да, то, что можно донести, дать информацию огромному количеству человек. Вот. И именно вот классно совмещать оффлайн и онлайн работы. Вот так вот, Айнар Хану. Про автопрограмму. Айнар Хану, расскажите про автопрограмму. Автопрограмма. Вот это моя мечта. Я несколько лет была вообще сама за рулем. Я просто обожаю быть за рулем. Люблю скорость. Не рекомендую, конечно. И вот я прям, у меня сейчас цель есть. Мы недавно, кстати, ездили в город Кульсары. И меня наш партнер, она посадила меня за руль своего RAV4. Я прям так мыслаждалась, я так захотела машину. И вот прямо сейчас моя цель – это автопрограмма. Я хочу достичь этого автомобиля. Причем автомобиля достигаешь при статусе «золотой директор» в курсе. Это 380 тысяч долларов в одной ветке и 380 тысяч долларов во второй ветке. И вам компания выплачивает 7 миллионов тенге. Вы можете, в принципе, сами добавить там дальше, потому что по бинару, если хотите более уже крутую машину, более дорогую, по бинару вам поступают хорошие тоже деньги по другим бонусам. И эта машина, она не в кредит, не в лизинг. Она просто в дар. Вам не нужно ее подтверждать, никаких статусов. Вам нужно именно просто выбрать эту машину и получить деньги и оплатить. Все. Единственное условие – это наклейка компании «Мэринхилл Групп». Для чего? Для мотивации вашей именно команды. Кстати, у нас хорошая новость. Тулегин Бахитович недавно приобрел автомобиль тоже в городе Ахтау. Это Мангустал. Так, «Финандет Аксон», по-моему, и наклейка «Мэринхилл». И, по-моему, планирует даже круиз по Казахстану именно на своей машине. Компания «Супер», пассивный доход машины плюс квартиры, коттедж, подарок. Спасибо основателям и спонсорам. Да, благодарим Всевышнего, благодарим основателя, благодарим спонсоров за то, что подарили нам эту возможность. Тем более мы сейчас в числе первопроходцев, нам и сложнее, и легче, с одной стороны. У нас есть возможность стать вот прямо долларовыми миллионерами и достичь всех этих статусов и подарков, чего вам желаю, Айгенхан. И не в кредит, не в лизинг, а в подарок, да, получить? Да, это я уже озвучила, что именно вот в подарок, в дар. Да, Айгенхан, слушаю вас дальше. У меня больше вопросов нету подписчиков. Если есть вопросы, то мы все, кажется… Ну, тогда благодарю вас за внимание, всех гостей тоже приглашаю в нашу быстро растущую команду. А Айгенхан, мне можете обратиться без проблем в личку, мы вам поможем. Да, вместе построим бизнес. Да, Айгенхан, вы большая молодец, всего лишь месяц в компании, и вы уже выходите в прямые эфиры. То есть для кого-то это прямо как страшный сон, так страшно, а вы молодец, вы уже дарите эту возможность. Еще раз благодарим наш марафон «Волшебный пендель». Вот, так что вы большая молодец. И вам большое спасибо, что согласились со мной выйти на прямой эфир. Ну, все, давайте, всем доброй ночи, со всеми прощаюсь, до свидания. До свидания.